Да, начнем. Да, это про вопрос. Да, мой доклад первый. Я, в общем-то, сегодня расскажу, какие у нас есть регламенты, какие мы используем инструменты и, в общем-то, что произойдет, если мы вообще не будем ничего делать. Меня зовут Михаил Крайнов. Я работаю фронтенд-разработчиком в компании веб-инфраструктуры ВКонтакте. Вообще фронтендом занимаюсь более 14 лет. Работал в больших компаниях, работал в Яндексе, работал в JetBrains, сейчас работаю в ВКонтакте. И в целом помню времена, когда фронтенд представлял из себя что-то очень простое. Вы писали HTML, писали CSS, JS, напрямую отдавали это в браузер пользователю, пользователь загружал, скачивал, все хорошо, все работает. Потом что-то пошло не так, на самом деле, как мне кажется. Появились CSS-припроцессоры, мы захотели туда притащить переменных, появились полифилы, мы захотели притаскивать новые и новые фичи в JavaScript. JS3 был прекрасен, на самом деле. Зачем все это? Ну ладно. И фронтенд стал усложняться. Даже не сам фронтенд, наверное, а тулинг вокруг него. И мы оказались в такой ситуации, когда, ну, блин, сложненько, непонятненько. И я чаще всего работал до этого в продуктовых командах и понимал, что когда ты работаешь в продуктовой команде, ты как-то не поспеваешь за тулингом. Даже если ты приходишь посмотреть какой-то конфиг, ты приходишь посмотреть его раз в месяц, раз в полгода. А он постоянно меняется, какие-то люди его постоянно дописывают, и ты не можешь уследить, что поменялось, если ты конкретно за этим не следишь. Так я решил, что я хочу попробовать себя в роли инфраструктурного разработчика, возможно, принести этим пользу и в том числе самому разобраться, в общем-то, какой тулинг сейчас есть во фронтенде и как строится инфраструктура. В чем вообще проблема? Что происходит, если у нас мы не занимаемся инфраструктурой? В целом на не очень больших проектах или на проектах, которые только начались, Create React App решает все наши проблемы. Он просто создает нам все прозрачно, все работает, но как только у нас кодовая база вырастает достаточно большой или добавляется, не знаю, 2, 3, 5, 7 разработчиков, начинаются проблемы. Какие проблемы? Начинаются межконфликты. Если кто-то пишет один конфиг вместе, проблема. Если мы пытаемся принести какую-то зависимость новую, что-то может не сбилдиться, что-то может в принципе падать, и какой-то код, который мы раскатываем, тоже не работает. Как с этим бороться? Надо следить за тем, чтобы все работало, чтобы все было в одном каком-то едином стиле, кто-то всегда этим занимался. И в целом, в какой момент, сколько должно быть человек, чтобы вы уже задумывались об инфраструктуре? Что у нас? У нас больше 2 миллионов строк-кода фронтового. При этом надо понимать, что ВКонтакте это продукт с довольно большой историей, и у нас помимо JavaScript, Epscript и CSS, которые я здесь посчитал, еще есть очень большое количество шаблонов, которые отдаются из PHP, и посчитать их невозможно. Практически не получается отделить их от бэкэнда, поэтому на самом деле кода гораздо больше. При этом ВКонтакте сейчас пишут более 20 продуктовых команд. это больше сотни разработчиков, и зачастую невозможно ни на одном симке собрать всех, поделиться, кто что пишет, кто, когда, что, куда. Ребята даже не знакомы периодически, они еще все живут в разных городах. Вот в этот момент, собственно, появляется инфровая команда, которая заставляет набор разных продуктовых фич работать как единый продукт. То есть сделать так, чтобы пользователь не понял, что это пишет много разных команд и много разных ребят. Я понимаю, что не все такие большие, как ВКонтакте, поэтому, в общем-то, вопрос, в какой момент нужно думать об инфраструктуре, в какой момент надо заниматься тулами. Я сегодня попробую это рассказать. В целом, даю спойлер, наверное, надо сразу этим заниматься. Никогда нельзя настроить все и забыть, к сожалению, оно так не работает. Если рассматривать работу инфраструктурной команды, то можно, как и в любой программной разработке, выделить хардскиллы и софтскиллы. Хардскиллами у нас здесь являются инструменты, которые мы настраиваем, то есть тот тулинг, который мы вокруг репозитория, вокруг нашей кодовой базы строим. А софтскиллами являются процессы, регламенты и, в общем-то, вот это вот общение инфровой команды с продуктовой. Все просто. В инструментах все, что может быть автоматизировано, мы автоматизируем. Инструменты лучше писать узкоспециализированными, чтобы он каждый отвечал за свою, ну, такой Linux-вей, да, типа маленькие, быстрые, легковесные инструменты, которые отвечают только за какую-то одну зону. В процессах вы единая точка входа, и вам нельзя зашиваться. То, о чем потом будет Костя рассказывать, вам нельзя превратиться в узкое место, потому что иначе вы просто станете поддержкой вместо инфраструктуры. Давайте начнем с инструментов. Я немножко глоток воды сделаю. Пока можете помедитировать на список. На самом деле в списке нет ничего специфического. Он примерно один у всех и тот же. Вот. Разница в том, лишь как мы его готовим, ну, и как, в принципе, каждый из проектов его готовит. Давайте, я не говорю, что сейчас будет рассказ какой-то, что мы истинно в последней инстанции, что надо делать как мы. Я просто хочу дать какой-то набор лайфхаков, как мы это делаем. Возможно, вам это будет полезно, возможно, вы скажете, что мы дураки, все делать надо не так. Об этом я, кстати, готов буду потом поговорить в кулуарах. Начинаем с оркестрации. У нас в качестве оркестратора и таскрайнера используется make. Make не самый очевидный выбор для фронтенд мира. Обычно используют там gulp, grant, еще что-то. Почему мы решили использовать make? В нашем понимании make простой. Make пишется на баше, то есть вокруг линуксовой строки, командный. И практически все разработчики, не только фронтенд, но и бэкенд, и, в общем, все-все-все, кто участвует в разработке проекта, с линуксовой командной строкой встречались. Поэтому получается, что все конфиги любой разработчик может почитать, а в идеале еще дописать и изменить. И таким образом, не изучая дополнительного тулинга, любой разработчик может понять, что происходит. И в целом весь этот доклад про то, что любые конфиги надо максимально простыми держать. Максимально понятными и максимально читаемыми. Еще из полезных вещей в make это то, что в нем есть настоящая честная параллелизация. Без каких-то сложных попыток что-то там заспавнить, какие-то под процессы. Просто поставил минус j что-нибудь, и оно распараллелилось. И внутри одного make-таргета очень удобно передавать данные из скриптов, написанных на разных языках, используя pipe. Вам не надо писать ничего на файловую систему, вы просто запустили скрипт, он что-то выдал, через pipe отдал в следующий. Таким образом, например, можно запускать скрипты на JavaScript, выдавать из них данные, отдавать их в PHP, в Rust, в Go, куда угодно. На чем вам удобно писать. Но проблема make в том, что он перестает быть простым, когда вы пытаетесь писать на нем сложные вещи. Он не самым удобным способом может описывать какие-то сложные взаимодействия, походы в сеть, не дай бог. И вот это все. Поэтому если вы понимаете, что вы начинаете изобретать какой-то велосипед, бросьте это, возьмите нормальный язык, возьмите Rust, возьмите Go, возьмите все что угодно, возьмите тот же Node.js, напишите на нем узкоспециализированный скрипт и запустите его через make. Тогда это будет работать гораздо лучше. Пойдем дальше. Впак, естественно, впак, стандарт де-факто, по сути, сейчас, конечно, пытаются его сместить, но никуда он не девается. И опять же, keep it simple, никогда не усложняйте. В впаке куча разных возможностей. Если откроете документацию, попытаетесь прочитать все, во-первых, с первого раза у вас никак не получится. Во-вторых, не надо использовать все только потому, что оно там есть. Используйте только то, что вам нужно. К сожалению, на большом проекте оставлять конфиг впака маленьким сложно. Это отдельная работа. Мы, например, пришли к выводу, что конфиг впака нужно дробить. У нас сейчас конфиг впака лежит в восьми файлах. Он разбит по основным секциям конфига. Современные IDE умеют довольно неплохо через command-click навигироваться между разными файлами, поэтому никаких проблем с поиском и поддерживаемостью не возникает. Зато это решает проблему межконфликтов. У нас бывают ситуации, когда разные секции впак-конфига одновременно правят несколько человек, несколько разработчиков. И ловить конфликты в впак-конфиге, ну такое себе, в впак-конфиг обновлять и выкатывать довольно сложно вообще всегда. Потому что он нормально не тестируется, он нормально не покрывается никакими автотестами, ничего. Это всегда выкатка на веру. Ну мы типа выкатили в стейджинг, вроде все хорошо. Выкатываем в продакшн, все разломалось. Сорян. Откатываем обратно. Поэтому всегда вот чем проще впак-конфиг, тем лучше. Давайте поговорим дальше про структуру. Очень хочется избежать вот этого. У кого-нибудь было, когда ты открываешь файлик, там импорт и там точка, точка, слэш, точка, точка, слэш. И вот они вот-вот-вот. Вот это вот прям боль. Изначально прорабатывайте структуру своего проекта, раскладывайте по папкам, разбивайте на большие блоки, пишите к ним элиасы. Элиасы прям бро. Они очень удобные. Их можно написать все сколько угодно. Они никакого оверхеда не приносят. И только увеличивают читаемость. Но с элиасами и с импортами важно, что если вы живете в монорепозитории и у вас несколько разных подпроектов в одной папке, нельзя уходить выше корня подпроекта. То есть нельзя никогда тягать импорты из соседнего подпроекта по ссылке относительной. Для этого у Фейсбука, например, есть ModelScope плагин. Там будет, я потом вам дам этот слайдик. Он довольно удобный, он как раз ровно за этим и следит. Мы не его используем, но на базе него написали еще плагин, который отслеживает по этому, как вы разбили по блокам, мы отслеживаем, чтобы листья соседние не могли друг друга импортить. Условно, у нас есть common код, он где-то вверху дерева. Есть веб-версия, есть мобильная версия. Из common кода можно принести все что угодно. Из веба в мобилку переносить нельзя. И, соответственно, импорты запрещены. Хотя живем, казалось бы, в одном репозитории. Можно, можно, но нельзя. Вот. Дальше поговорим про то, что чем раньше вы начнете анализировать статистику, которую генерирует веб-пак, тем лучше. Веб-пак, если ему передать ключик, генерит тонну статистики в джессонах, которые глазами смотреть невозможно абсолютно. Поэтому вокруг этого дела было написано целых три инструмента. Они все примерно одинаковые. Это статоскоп, bundle stats и bundle analyzer. Берите любой, какой вам больше понравится. Они генерируют красивый UI вокруг вот этих джессонов, которые делают веб-пак и позволяют вам посмотреть, в какие чанки что попало, какие модули в какие чанки попали, почему они туда попали, где они задублировались и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И если вам кажется, что вам это никогда не пригодится, ну, пока у вас один entry point на всем проекте, да, действительно, это может и не пригодиться, потому что веб-пак сам будет разруливать все дубликаты. Но как только у вас entry point становится много, а у нас, например, на ВКонтакте только в десктопной части 400 entry point, на каждую страницу по десятку точно грузится, нам приходится следить за дубликатами вручную. То есть мы действительно открываем статоскоп, у нас статоскоп, и смотрим действительно, где что задублировалось, какой код нужно вынести в отдельный чанк, открываем optimization split chunks и расписываем вот эти кэш-группы, как их правильно разложить. Еще, если вы преодолели этот странный рубеж из одного entry point, двух и выше, рекомендую посмотреть на optimization runtime chunk. Это штука, которая выносит рантайм, ну то, что веб-пак генерирует рантайм код свой в отдельный чанк. Это позволяет шарить какой-то общий стейт между разными entry pointами. Потому что если вы этого не сделали, даже если вы вынести общий код в отдельный чанк, в общий, и будете импортировать его в разные entry point, это будут разные инстансы. Это будет один и тот же код, все хорошо, но инстансы будут разные. Таким образом шарить стейт между entry pointами не получится. Хотя, казалось бы, импорт, импорт, одно и то же, одно и то же. Нет. У нас, я когда пришел в контакте, у меня первая задача была посмотреть вот как раз фронтайм чанк. Ребят, шесть месяцев это заняло. Один буллин переключить, шесть месяцев, и мы его не переключили. Потому что локально все работает, на дэве все работает, на прот выкатываешь все работает, а какие-то периферийные части сайта отваливаются. И это решается исключительно полным регрессом, который на объемах контакта делать дорого, долго, очень страшно. Поэтому если вам действительно в какой-то момент захочется где-то когда-то использовать общий стейт между разными entry pointами, как можно раньше включайте рантайм чанк, потому что по сути он не принесет тоже никакого оверхеда. На самом деле в старых вебпаках он был включен, он тогда не назывался рантайм чанк, но такое поведение было включено. А потом это оторвали в пятом, по-моему, или четвертом вебпаке. Не понимаю, почему они не сделали его по умолчанию. И последнее, но довольно важное замечание. Если ничего не делать с вебпаком, у вас всегда будет расти время сборки. Потому что продукт всегда растет. У вас растет кодовая база. И, соответственно, время сборки растет, растет, растет. И оно пока растет, не знаю, с 30 до 35 секунд. Ну вы такие, ну ладно, 35 секунд, какая разница. А когда оно выросло с 300 секунд до 500 секунд, а помножить это на 100 разработчиков, то есть на каждую сборку плюс 200 секунд на каждого разработчика, ну такое. Поэтому всегда следите за временем сборки. И есть несколько лайфхаков, которые можно применить. Например, можно отключить абсолютно левые, красивые, но бессмысленные плагины. Например, прогресс. Прогресс-плагин, он красивый, он рисует тебе полосочку, говорит, когда у тебя все соберется, но ждет дополнительные ресурсы. Зачем? Незачем. Убираем. Потом можно, например, чуть-чуть усложнить конфиг и не отдавать source map тем разработчикам, которые они не нужны. Чаще всего бэкэндам не нужны source map, они не ходят во фронтенд. Они загрузили, посмотрели, все работает, дальше пишут бэкэнд. Поэтому можно взять и половине своих разработчиков облегчить жизнь, убрав для них source map. Или, например, в какие-то, не знаю, в стейджинг сборку или в прод сборку, если вы не смотрите source map на проде, тоже можно все это дело убирать и ускорять. Вот такими мелкими оптимизациями какими-то можно потихонечку это время сборки уменьшать. Еще можно поиграться с лоудерами. Мы, например, перешли на SVC-лоудер для транспиляции TypeScript, а у нас это дало прирост порядка 15%. Можно посмотреть на Threadloader, он распараллеливает транспиляцию. Мы пока на него не перешли, смотрим, пробуем, скорее всего перейдем. Но важно все оптимизации всегда делать только с замерами. Вы сначала померили все сборки, которые у вас есть. Померили prod-сборку, померили dev-сборку, померили, не знаю, hot reload какой-нибудь, если он у вас есть, не дай бог. Провели одну оптимизацию, ну типа покрутили одну ручку, посмотрели, что получилось. Иногда бывают ситуации, когда dev-сборка у вас улучшилась, а prod-сборка ухудшилась или не изменилась. Не изменилась, ладно, эту оптимизацию можно принести, но если одна из сборок ухудшилась, то начинается следующее. Вы берете в app-конфиг и начинаете писать if-ы. If, environment, development, вот это все, занесли оптимизацию. Если нет, не занесли. Таким образом у вас ветвление увеличивает размер конфига, усложняет его, усложняет тестирование и раскатки. И иногда просто надо принять тяжелое управленческое решение и не приносить оптимизацию, потому что иногда 5 секунд скорости сборки не стоит того, чтобы настолько усложнять конфиг, что его потом просто будет тяжело поддерживать и раскатывать. Вы просто потеряете сильно больше времени на тестировании этого конфига и раскатках, чем вы сэкономите на ежедневных сборках. Пойдем дальше. Да, у нас есть сейчас где-то 20-30 секунд. Если вдруг кто-то хочет, я, собственно, вот три инструмента, да, статаскоп, бандл анализер, бандл статс. Это то, чем можно посмотреть статистику в паке. И модл скоп плагин фейсбуковский, он, по-моему, в пакет реакта входит. Там один файлик, можно даже просто его скопировать или посмотреть на него, посмотреть, как Facebook в принципе с этим делом работает, написать свою версию, если вам нужны какие-то дополнительные проверки. Пойдем дальше. TypeScript. Я сейчас буду говорить, наверное, с одной стороны очевидные вещи, с другой стороны крамольные, смотря к какому лагере вы принадлежите, но на большом проекте TypeScript должен быть. TypeScript уменьшает количество ошибок статической типизации, при всей моей любви к динамической типизации, к тому, насколько классный JavaScript, какой он веселый, когда ты начинаешь сравнивать массивы с намберами, буллинами, вот этим всем. На большом проекте должна быть статическая типизация, потому что это работа с нормальными сигнатурами функций, нормальные импорты, это меньше вот этих вот глупых детских каких-то ошибок, когда вы что-то не то передали, что-то не так забрали и так далее. Но мне возразят, скажут, что вот TypeScript, его надо собирать, он тоже живет время сборки. Давайте посмотрим серьезно. Современный JavaScript имеет в себе такое количество полифилов, что если вы поддерживаете хотя бы 10 версий хрома назад, то вам надо и JavaScript сейчас собирать. А если вы уже собираете JavaScript, то какая разница, на чем запускать. Поэтому кажется, что TypeScript на больших проектах оправдывает то время, которое он занимает на сборку. Если говорить про ошибки, которые мы можем поправить до того, как наш код куда-то прокатился, давайте поговорим про линтеры. Линтеры такие инструменты, которые, опять же, обеспечивают статическую типизацию, то есть проверку того, что вы написали, по какому-то заданному ряду правил. Линтеры бывают почти для всех языков. Мы сейчас говорим про ESLint, он линтит, проверяет TypeScript и JavaScript. И ESStyleLint, он проверяет CSS. Линтеры можно настроить по-разному. Линтер может вызываться из IDE, тогда у каждого будет свой конфиг, свой вызов. Мы перекладываем, по сути, на плечи разработчика, работу с линтером, запустить, не запустить, не знаем. Мы не готовы так рисковать, поэтому мы запускаем линтеры для всех обязательно, делаем это на GitCook. На PreCommitHook мы запускаем линтер на Staged изменения, на PrePushHook мы запускаем линтер на всей кодовой базе, чтобы проверить, что коммит не сломал то, что не поменялось. Но важно помнить, что линтеры не бесплатные. Каждое правило будет прогнано против всей вашей кодовой базы. Соответственно, если вы возьмете огромный конфиг у кого-то, например, есть классный большой красивый конфиг Airbnb, который все очень любят экстендить и использовать, или копировать и использовать. У нас есть конфиг, который тоже есть в open source, тоже его можно использовать. Но они большие, и они решают задачи конкретно той команды, которая их писала. Их можно брать, можно посмотреть как референс, что используют другие ребята, а потом взять только те правила оттуда, которые вам нужны. То есть вы должны понимать, какую задачу решает каждое конкретное правило, чтобы не увеличивать, не раздувать свой конфиг. И в целом вы должны быть в состоянии пояснить за каждое правило, которое в вашем конфиге есть. На самом деле про это есть неплохой доклад на HolyJS. Он вот по QR-кодику, к сожалению, он за паеволом. Но в целом он стоит того, чтобы посмотреть. Не знаю, если когда-нибудь они его откроют, то прямо рекомендую. Из прикольных вещей, которые мы выяснили для себя про линтеры, и которыми мы пользуемся. Это первое, что можно раздробить, если у вас большой проект, раздробить его на кусочки. Например, у нас есть JavaScript часть, TypeScript часть, не все мы еще переписали. Есть веб, есть мобилка. Мы все это дело запускаем в параллели. То есть все тем же мейком. Мы распилили по кусочкам, описали, что брать, и запускаем при пушхуке в параллель. Из плюсов при пушхуке гораздо быстрее. Из минусов мы жрем огромное количество памяти. У нас 24 гига памяти на разработческих машинках, иногда мы из нее вываливаемся. Поэтому тут важно поймать какой-то баланс между тем, насколько вы готовы распараллелить, и насколько долго вы готовы ждать. Еще из прикольных штук, которые мы для себя открыли, как большой проект, живущий в монорепозитории, то, что линтеры иерархичны. В каждой директории вы можете положить eslinter.c, ну, точка eslinter.c, и переопределить или дополнить тот конфиг, который вам идет с самого корня. Таким образом, какие-то команды или подкоманды могут дополнить общий конфиг правилами, либо полностью его переписать, либо вообще отменить. Но за отмену линтера в поддиректории придет инфровая команда, надает по рукам. Не делайте так никогда. Про stlint хочется сказать, что ошибки в CSS есть, ошибки в CSS гораздо сложнее ловятся, и чаще всего в лучшем случае ошибку в CSS вам принесет тестировщик, а в худшем случае ошибку в CSS вам принесет пользователь. Никакого рантайма поиска ошибок не бывает в CSS. Поэтому не забывайте про то, что stlint существует, его тоже можно настроить. Он, конечно, не панацея, но от каких-то, опять же, детских ошибок убережет. И если у вас есть какие-нибудь UI-библиотеки, и у них есть особые условия использования, например, нельзя переопределять внутренние классы этой библиотеки, когда вы их используете. Это всегда можно описать в собственном правиле. Вы берете, пишете свое правило для stlint, они на самом деле несложные. Что для stlint, что для stlint. Правило пишется довольно просто. Если у вас есть какая-то вещь, об которой вы всегда спотыкаетесь на код-ревью, типа не пиши так, вы все время кому-то это говорите, напишите linter. Это несложно. Поехали дальше. Следующий инструмент, Pritier, он странный. С одной стороны, он убирает всю вкусовщину на код-ревью. Наверняка все сталкивались, что типа вот, а у тебя после функции перед скобочкой пробел, не делай так. Или наоборот, а у тебя после слова function перед скобочкой нет пробела. Или точку запятой не поставил. Вот на объеме в 100 человек это начинает быть проблемой. Потому что сколько человек, столько и мнений, столько и настроек у IDE, и столько попыток написать разного код-стиля. Так вот, Pritier, он с одной стороны молча берет и все причесывает под одну гребенку, а с другой стороны, они даже сами пишут, что он предвзят. То есть люди, которые написали Pritier, пришли и сказали, у нас видение вот такое. Если вы с ним согласны, пользуйтесь Pritier. Если вы не согласны, сорян, у нас нет никаких настроек. Поэтому перед тем, как внедрять Pritier или не внедрять Pritier, поговорите с командой, посмотрите на код-стайл, поймите, нравится он вам или нет, потому что потом будет довольно тяжело. Ну, типа, нам не нравится, давай что-то поменяем, а нельзя. Вот. В целом, если Pritier вам не подходит, почти все вещи из код-стайла можно будет настроить через ESLint. Но в отличие от Pritier, ESLint будет кидать об этом в ординге, просить запустить себя с фиксом, и, ну, короче, немножко сложнее у него вся эта ситуация с причесыванием кода под единый код-стайл. А Pritier делает абсолютно молча, абсолютно безапелляционно. Взял все, поменял и все. У нас был коммит на изменение там какого-то, не знаю, несколько сотен тысяч строк за один раз. Естественно, он проходил мимо всех опрубов, просто вот мы применили Pritier, живите с этим. Почему я, собственно, вообще говорю, что ВКонтакте это монорепозиторий, хотя, казалось бы, снаружи это сайт и сайт. На самом деле, во-первых, у ВКонтакта есть мобильная версия и десктопная версия. Это, по сути, два разных сайта, которые используют просто какой-то общий код. Плюс есть утилиты, есть спецпроекты, есть какие-то подпроекты, есть пакеты, которые мы должны отдавать наружу, там, с опишками и со всем вот этим. И хочется, чтобы все это жило в одном месте. Почему хочется, чтобы все это жило в одном месте? Потому что пишет это все одна команда. И переключение контекста между разными задачами, между разными кусочками репозиторий, если они лежат в разных местах, оно занимает довольно много места. Ой, довольно много времени. Плюс, если у вас много репозиториев, то их, во-первых, кто-то должен мейнтейнить, у вас кто-то должен настраивать там все эти линтеры, притеры и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. И это на самом деле усложняет поддержку с точки зрения того, что если у вас за какой-то небольшой утилитой следит два человека, один из них в отпуске, а другой в коме, то вы застряли. Ну, вы не можете ничего сделать. Вам нужно понять, где это лежит, как это импортится, и вот это вот все. А когда у вас все внутри одного монорепозитория, ну, оно работает, оно удобное, вы всегда знаете, где это, вам не нужно получать какие-то доступы, у вас нет вот этих разграничений. Мы для этого используем NPM Workspaces, они удобные. Есть еще YARN Workspaces, одно и то же примерно. Смотря чем вы пользуетесь, NPM или YARN. Они позволяют вам во время разработки импортить без паблишинга какие-то изменения. Все хорошо работает. Как только вы поняли, что вы доделали, что-то в пакетах все хорошо, ну, типа, готово пушить, вы берете и паблишите пакеты, пушите свой код в мастер, у вас начинает катиться поезд, и, соответственно, новые пакеты на NPM install, на YARN install уже приезжают. Но не все инструменты одинаково полезны. Какие-то инструменты устаревают, какие-то инструменты просто перестают быть нужными, потому что заменяются другими инструментами. Мы, например, уходим от припроцессоров. Раньше мы использовали LES, но CSS Custom Properties, по сути, убили необходимость в CSS Variables, ну, LES Variables, да, а то, что казалось классным, прикольным вот этим возможность объединять стили по кусочкам в иерархии, на самом деле на большом проекте оказалось больше болью, чем благом, потому что по ним невозможно искать. Вот эта вот постоянная попытка найти подстроку вхождения по CSS стилю, оно убивает огромное количество времени, и в итоге мы поняли, что оно нам не нужно. Мы взяли, прогнали весь legacy код, который у нас есть, просто через лес, и положили CSS, вот как он лежит. И оно используется. Весь новый код мы стали писать на модулях. Модули позволяют инкапсулировать весь CSS, который вы пишете, для конкретного React-компонента, и там не нужны становятся вот эти сложные попытки избежать коллизии в именах. То есть вот есть лейбл, ты его называешь лейбл. Все просто, никакого бэма, никаких вот этих сложных подчеркиваний. Лейбл, он и есть лейбл, и он ни с чем не пересечется. Поэтому, по сути, в лесе просто ушла необходимость. Мы выпиливали его долго, мы выпиливали его месяца два, наверное, аккуратно, потихонечку, но вот в итоге, по-моему, сейчас уже не используют. И у нас раньше использовался галп. Мы от него тоже потихонечку отказываемся, поняли, что нам хватает одного мейка. Почему мы отказываемся от галпа? Потому что мы посмотрели и поняли, что конфиг галпа понимают ровно четыре человека. Это инфровая команда. Мы попытались показать его кому-нибудь, а там люди, это стримы, они сложные, мы ничего не понимаем, нам надо идти читать опишку. Ну, в общем, как-то там странная вот эта вот параллелизация. Все это превращается в какие-то макароны, jQuery-style, да, там через точку все эти вызовы. И мы поняли, что он нам тоже, по сути, оказался-то и не нужен, потому что все, что можно сделать на галпе, ну, по сути, мы делали на мейке и на запуске каких-то отдельных конкретных скриптов, которые на самом деле в галпе были, ну, описывали какую-то задачу. Мы их просто вынесли и сделали скриптами. Подведем итог, наверное, про инструменты. Хочу сказать, что инструменты, используемые в больших и в маленьких проектах, они на самом деле одни и те же. Вопрос только в том, как их готовить. Если в маленьком проекте можно попробовать, поусложнять, поэкспериментировать, понаворачивать конфиги, то чем больше становится проект, тем важнее, чтобы инструмент был проще и читаемый. Потому что, во-первых, у вас на большом объеме кода его сложнее будет поддерживать, потому что он все равно вырастет. А во-вторых, на больших проектах есть такая штука, как текучка. Если кто-то два года назад какой-то инструмент написал, то через два года не факт, что этот же человек его будет поддерживать. Поэтому чем они более простые, тем лучше. Еще одна вещь, которая, наверное, отличается между большими и маленькими проектами, на маленьких проектах дешево экспериментировать. Вы можете прямо сегодня прийти и попробовать переехать на вид. Вид классный, вид быстрый. Но вот мы не можем так сделать. У нас огромный проект, мы пытаемся перейти на вид, у нас куча какого-то самописного под веб-пак плагинов, и они просто не встают туда. Если у вас проект маленький, не бойтесь экспериментировать. Попытка на маленьком проекте переехать с веб-пака на вид занимает обычно, не знаю, 2-3 часа. Попробовали, понравилось, получилось, классно. Не понравилось, не получилось, не завелось с первого раза. Ну и ладно, поживем на веб-паке. И не бойтесь отказываться от устаревших инструментов. Вот как мы отлез. На самом деле, я думаю, что в какой-то момент и от веб-пака начнут люди отказываться. Я думаю, что это будет довольно больно, это будет психологически больно. Все к нему привыкли, все его знают. Но в какой-то момент мы придем к этому и от него тоже надо будет отказаться. Мир фронт-энда развивается, и даже если у вас длинный проект, как, например, ВКонтакте, который никогда не переписывался с 2010-2011 года, он развивается вместе с миром фронт-энда, и инструменты меняются. Пойдем дальше, придем к нашим софт-скиллам, это процессы. Не всегда все решается автоматизацией, к сожалению. Иногда все-таки приходится общаться с людьми, и вот так вы будете выглядеть, если будете работать в команде Infree. У вас будут чатики, у вас будут какие-то уведомления от ботов, от всего-всего-всего, и, в общем, это постоянная попытка потушить пожар. Что делать с этим? Давайте попробуем разобраться. Для начала всегда заводите какой-то публичный чат, про который все знают. И мы пока нашли одно из хороших решений, которое нам сейчас, как кажется, это дежурство. Мы каждую неделю меняемся, каждый человек в команде дежурит целую неделю, и отвечает на вопросы. По сути, становится поддержкой. Таким образом, все остальные ребята могут позволить себе спокойно заниматься развитием инфры. Потому что если все будут пытаться тушить пожары, то инфра не сдвинется с точки. Она всегда будет вот в этом месте с тушением пожаров. Что можно автоматизировать, и как можно, в принципе, убрать количество общения? Ну, например, можно распределить зоны ответственности при помощи кодоунерс. Кодоунерс довольно удобный инструмент. Есть практически во всех системах контроля версии, ну, точнее, системах управления системами контроля версии, такими как GitLab, GitHub и так далее. Кодоунерс — это отдельный файл, который лежит в вашем проекте, в котором построчно описаны некие директории или некие файлы, и через несколько табов вы описываете команду, аппрув которой нужен для того, чтобы изменения в этих файлах или директориях получить. Можно поставить просто название команды, тогда это будет необязательный аппрув, но они призовутся. Можно поставить аппрув-реквайрд, и тогда команда призовется, и от нее аппрув должен быть обязателен. Это позволяет, во-первых, понимать, кто за что отвечает, кто знает и разбирается, в каком коде, потому что не всегда можно понять, ну, то есть даже по блейму не всегда можно понять, кто в этом коде разбирается. Возвращаясь к притеру, когда вы делаете коммит на 100 тысяч файлов какой-нибудь, вы замазываете себя в блейм просто по всему проекту, и потом к вам начинают ходить все. К вам приходят и говорят, типа, чуваки, а вот вы потрогали. Мы говорим, это был притер. Они такие, ну вы же потрогали, вы должны разбираться. Нет, мы говорим, это был притер. Мы даже не читали этот код. Мы просто прогнали его через автотесты. Вряд ли притер мог что-то сломать. Но все равно все продолжают к нам ходить. Поэтому кодоунерс позволяет все-таки, не завязываясь на блейм, показать, кто все-таки за этот код отвечает. Что мы закрываем под кодоунерс? Что мы конкретно как инфровая команда, зачем мы следим? Мы закрываем на required обязательно все конфиги. То есть package.json, webpack.config, make.config и так далее и тому подобное. Почему? Это не значит, что мы запрещаем другим разработчикам писать инфровые задачи. Не дай бог. Нам даже лучше. Мы их потом к себе хантим и говорим, вот, ты там поправил, ты классный чувак, приходи к нам. Но мы должны знать обо всех изменениях. Если где-то что-то в проекте поменялось, связанное с инфраструктурой, мы должны об этом знать. Мы должны об этом знать первыми, а в идеале мы должны еще обсудить с разработчиком, чего он хотел, чего он хотел добиться, как он это сделал, может быть, подсказать решение, потому что иногда мы в это уже втыкались, иногда мы это пытались уже решать, и решили, например, этого не делать. Поэтому все конфиги всегда завязаны на нас. Дальше. Мы запрещаем хранить бинари в гите. Мы не разрешаем хранить картинки, ни свиджи, ни пинжи, ничего. Мы не разрешаем хранить шрифты, не потому что мы такие злые, а потому что гит с бинарями работает плохо. Ему становится тяжело, он очень долго чекаутит ветки, он очень долго ходит по истории, и в итоге, когда у вас, опять же, 100 разработчиков, а это только фронтенд разработчиков, бэкендеров там еще больше, получается, что вот эта экономия на спичках, по сути, на чекауте веток, она складывается в довольно большую экономию, если смотреть в рамках всей компании. И никогда не забивайте кодоунерс на одного человека. Я надеюсь, все знают, что такое бас-фактор, да? Это не все знают, что такое бас-фактор. Бас-фактор — это такая прекрасная метрика, которая показывает, что случится с вашим проектом, если одного из ваших разработчиков завтра собьет автобус. Бас-фактор равный единице, это значит, что одного человека сбил автобус, и ваш проект развалился. Бас-фактор равный количеству разработчиков, это значит, что почти всех ваших разработчиков могут сбить, но какой-то один из них оставшийся все может вытянуть, потому что шаринг знаний общий между всеми. Так вот, закрывание каких-то вещей реквайером в кодоунерс на конкретного человека всегда приводит к тому, что этот человек в самый неподходящий момент, ночью, в 5 утра точнее, когда вы откатываете поезд или закатываете поезд с фиксом, вам нужно получить его аппрув. А он в отпуске, в коме и, не знаю, в Таиланде. Поэтому это всегда должна быть команда, всегда должен быть реальный шаринг знаний внутри этой команды. То есть каждый человек... Если вы добавили команду в качестве кодоунеров, любой разработчик из этой команды должен понимать, куда его добавили, и примерно понимать и разбираться в этом коде. А инфровая команда вообще должна во всем разбираться. Тут как-то, не знаю, есть такая ситуация. Код-ревью. Соответственно, мы описали кодоунерс, в код-ревью нас автоматически начинают призывать на наш код, который мы с себя закрыли. Что еще мы можем сделать? Мы написали бота, который отслеживает все изменения в код-ревью и призывает нас автоматически, если, не дай бог, кто-то попытался обойти линтер. Вот это вот ESLint, Disable, NextLine, Unused. Мы приходим и говорим, а зачем? А может быть не надо? А может быть можно написать вот так? А в какой-то момент, если разработчику удается нас убедить, что здесь сейчас без этого не обойтись, то мы либо ставим задачу на то, чтобы это выпилить, если это временно, либо действительно даем свое благословение, хорошо живем с этим. То же самое относится к ошибкам компиляции. TS-эксперт-эррор должен быть описан. Всегда мы должны понимать, какую ошибку мы ожидаем в TypeScript, если все упадет. Дальше. Мы написали бота, который по списку аппруверов в описание межреквеста добавляет список чатиков этих аппруверов. Таким образом, из-за того, что GitLab, он немножко от всего остального отсоединен, ты никогда не можешь кликнуть, типа, command-кликом в название команды и попасть в их чатик. Ну, нет там такой функциональности. А мы вот сделали. У нас получается список чатиков, надо получить от них аппрув, пошел в каждый дежурный чатик, получил аппрув. Очень удобно. Дальше. Мы написали ботика, который в пайплайне запускает в отдельном сравнении размеров бандлов через стетоскоп. Соответственно, мы взяли мастер, прогнали, получили размер бандла, накатили изменения, прогнали еще раз стетоскопом, посмотрели изменения. Таким образом, мы предотвращаем разрастание кодовой базы. Мы видим, что появились какие-то дубликаты, мы видим, что у нас закатилась какая-то ненужная нам dependency. Особенно это важно, когда у вас какие-то части проекта могут быть сами в качестве пакетов к вам импортируемы. Когда вы видите, что в yarn.log что-то принеслось непонятное. То есть они у себя импортировали, а вам принеслось, а вам за это отвечать. Поэтому всегда мы контролируем и размер, и то, что приносится в yarn.log. Но, к сожалению, не все решается автоматизацией в код-ревью, и мы пришли к двум важным документам. Мы их сейчас пишем, они пока не готовы, но смысл у них такой. Первый — это чек-лист самопроверки. Это штука, которая позволяет убрать приход с типовыми вопросами в дежурный чатик. То есть человек смотрит, там написано, пожалуйста, не приноси новые картинки. Почему? Вот потому. Вот статья на Confluence. Пожалуйста, не знаю, не отключай ESLint. Почему? Вот статья на Confluence. Таким образом, ты перестаешь из раза в раз, изо дня в день повторять продуктовым разработчикам одни и те же истины. Это их перестает бесить, и тебя перестает бесить. Плюс, когда новый разработчик смотрит на этот чек-лист, он примерно понимает, как устроена разработка, и по нему готов жить. Второй важный документ, который мы сейчас готовим, это регламент-ревью. С точки зрения внутреннего устройства инфровой команды, это много разных людей. С точки зрения продуктовых разработчиков, инфровая команда для них должна выглядеть как единая сущность. Любой инфровый разработчик должен всегда проводить ревью одинаково. Не должно быть ситуации, когда один инфровый разработчик в четверг прокатил какой-то код, ну, в смысле, разрешил ему проехать в поезд, а в пятницу точно такой же код, ну, не знаю, поменяли что-то в том же коде. Не пустят, потому что другой дежурный. Нельзя так. Это сбивает с толку. Продуктовые разработчики это очень не любят. Они начинают апеллировать к прошлому опыту, говорить, ну, мне же разрешили. А ты им говоришь, ну, там не доглядел человек, или там, ну, еще что-то. То есть всегда это должно быть четкий набор всегда одинаковых правил. Поэтому всегда регламент, там описано, куда мы смотрим, что мы пропускаем, в каких случаях мы это пропускаем, в каких случаях мы можем пропустить это, например, с задачи на доработку, а в каких случаях мы говорим, что нет, это пройдет только, если это будет поднято через там степа, степа, степа и так далее. То есть должно быть разрешение руководства. Действительно горит. Бывают случаи, когда нужно пропустить плохой код, но он пропускается всегда только там с высшего позволения и с задачей на доработку. У этой задачи на доработку всегда есть время, ну, типа, дата, в которой она должна быть выполнена, а еще я всегда ставлю себе задачу на то, чтобы эту задачу проверить. Больше задач, богу задач. Вот. Плюс регламент, ревью, внутри инфраструктурной команды облегчает онбординг. Раньше у нас новички приходили и выходили на ревью где-то, на дежурство, где-то через пару месяцев. Сейчас они могут выходить гораздо раньше, потому что есть список, они понимают, что делать, и они сначала начинают это делать бездумно, просто сверяясь по списку, а потом у них в голове это откладывается, они это делают уже просто по тем знаниям, которые у них есть. Пойдем дальше. Иногда мы докатываем плохой код в продакшн, и он ломается. Что делать? Мы собираем рантайм ошибки, собираем их в центре, и я вам открою страшную тайну, никто не любит фиксить ошибки. Low-hanging fruits, которые фиксятся за две минуты, фиксят все, вообще без каких-либо проблем. А вот ошибка, которая висит, типа, две недели в топе, она никогда не пофиксится, если она там зависла на такое количество времени. Более того, никогда не фиксятся ошибки, которые у меня все работает, у тестировщика все работает, а у пользователей нет. И там какой-нибудь процент воспроизведения, не знаю, там 2% пользователей. Причем ты начинаешь смотреть, смотреть браузеры, смотреть сравнивание, а оно не коррелирует ни с чем. Ты не можешь понять, это старые браузеры, это не старые, где это в какой-то геопозиции, не геопозиции. В общем, это довольно странные, сложные ошибки, но их надо, к сожалению, фиксить, потому что 2% пользователей на нашем DAO это несколько миллионов человек. Такие дела. Поэтому мы, как инфровая команда, забрали на себя разбор ошибок. Не всегда можно понять сразу, кому эта ошибка принадлежит. Автоматически они никак не назначаются. Чаще всего ошибки возникают на стыке нескольких подпроектов, на стыке нескольких, кода нескольких команд продуктовых. Поэтому мы дежурные раз в неделю, берет список, у нас есть ботик, который скидывает топ, мы берем и начинаем все неназначенные ошибки разбирать. После этого мы что делаем? Мы приходим к продуктовой команде и говорим, ребята, у вас есть 48 часов на то, чтобы начать разбор ошибок. Если не ставить временные рамки, если не описывать жесткие регламенты, сколько бы раз вы не говорили ребятам, что их ошибка висит в топе, никто ничего делать не будет. Тут, к сожалению, нужно превратиться в диктатора, в тирана, не зная все что угодно, но убирать ошибки из топа надо, иначе они будут висеть там всю жизнь. Ну и последнее, наверное, о чем хочется сегодня поговорить, это мертвый код. Мы прирастаем, у нас растет количество кодовой базы, размер кодовой базы, и не всегда этот код работающий. Иногда какие-то спецпроекты забыли выпилить, иногда кто-то начал работать, делать какой-то рефакторинг, уволился, не доделал что-то, переключился и так далее, а код остается. Этот код остается, он занимает место, он занимает время сборки, он иногда доезжает до пользователя и там не используется, и с этим надо бороться. Что мы делаем? Для начала мы провели эксперимент и начали размечать неиспользуемый CSS. Мы в idle callback берем все правила, которые доехали до пользователя, и проверяем, какие из них были реально применены. После этого собираем эту статистику, отправляем обезличенно на сервер. Пособирали, 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 поняли в какой-то момент, что у нас 20% CSS, который приезжает к пользователю, не используется. 20%, ребята, одна пятая. Это просто мертвый CSS, который зачем-то ездит к пользователю. Мы начинаем его потихонечку удалять. Почему потихонечку? Почему нельзя взять и удалить весь код сразу? Потому что, к сожалению, иногда бывает CSS, который нужен раз в год. У всех же есть, наверное, новогодние спецпроекты. Снежинки там, не знаю, зайчики, которые из угла вылезают. И вот этот код, если вы летом его удалите, вы зимой его не досчитаетесь. Это проблема. Поэтому мертвый CSS надо удалить очень аккуратно. Всегда посмотреть его глазами. Всегда, может быть, дать ему время настояться, подождать. Действительно, если он похож на спецпроект, который исполняется ко времени, надо подождать момента прохождения этого спецпроекта. Не знаю, если у вас есть две тыковки к Хэллоуину, посмотрите, какая из них сработает, и уже после Хэллоуина удалите ту, которая не нужна. С JavaScript, с одной стороны, все проще, с другой стороны, все сложнее. С одной стороны, JavaScript собирается веб-паком, и это граф. На графе всегда можно посмотреть ребра, на графе можно посмотреть, связаны мы, не связаны, сколько этих ребер, может быть, если одно ребро, можно попробовать выкинуть. Но, как я уже говорил, ВКонтакте — это проект с большой историей, поэтому мы до сих пор используем глобальные переменные. Сорян. И глобальные переменные, на самом деле, сильно усложняют поиск и удаление мертвого кода, потому что они могут дергаться отовсюду, в том числе и с PHP. Это вообще невозможно. Просто по PHP найти обращение через глобальную переменную, где еще это имя глобальной переменной билдится из разных строк, это просто убейте сразу. Поэтому есть очень хороший доклад вот там вот. Никита Сидорова, он в открытом доступе есть на YouTube, про то, как он рассказывает, как они в маркете удаляли мертвый код. У них вот прям по графу все классно, все работает. А у нас не получается, у нас все сложнее. Поэтому, на самом деле, если кто-то когда-то пытался удалять мертвый код, вот JavaScript сталкивался с такими проблемами, буду очень рад пообщаться, либо в комментариях, кто онлайн нас смотрит в чатике, либо если кто ко мне подойдет, расскажет вашу историю, прям буду очень благодарен, потому что мы пока к этому еще, ну, мы думаем, мы обсуждаем, мы пытаемся как-то это решить, но готового решения у нас, к сожалению, нет. Так все-таки, что мне хотелось бы, чтобы вы сделали, или что вы унесли после моего доклада? Наверное, с какой-то, с точки зрения он выглядит, как какие-то очевидные вещи, но все об этом всегда забывают. Поэтому придете домой, почитайте конфиги, вот просто откройте все ваши конфиги, которые у вас есть, и прочитайте. И вы должны понимать каждую строку, которая там написана. Знать, зачем она, когда она была добавлена, в каком случае она должна быть поменена, и так далее, и тому подобное. Настройте линтеры, если их нет. Линтеры реально спасают, убирают довольно большое количество ошибок. Если вы почитали конфиг, и попробовали разобраться самостоятельно, но у вас не получилось понять, зачем это, идите к коллегам, если они есть, и никогда не принимайте ответ, так исторически сложилось. Инфра меняется, инфра не может застыть в едином состоянии. Если вам кажется, что ее здесь, если этой строки не должно быть, а вам говорят, что не трогай, оно здесь всегда так было, то либо надо докопаться, почему оно всегда так было. Иногда бывают такие странные места, оно не очевидное, но оно там должно быть. Либо поменяйте это, ну то есть разберитесь, зачем, что, и задокументируйте. Потому что однажды вы уйдете с этого проекта, или пойдете заниматься чем-то другим, а документация останется. Очень классно иногда втыкаться, вот поменяли что-то в оптимизации вебпака, или в какой-то другой настройке вебпака, и там комментарии, или задачи. И это прям решает, потому что у меня была ситуация, когда ты что-то хочешь сделать, приходишь, а там конфиг, ну в смысле, комментарий к конфигу, и написано, мы это уже делали, не лезь туда, там плохо. И потому-то, потому-то, потому-то вот результаты исследования. К сожалению, не все инфровые задачи всегда заканчиваются положительным эффектом, иногда они заканчиваются тем, что у вас ничего не получилось. Так вот артефактом того, что у вас ничего не получилось, должен быть комментарий в конфиге, или задача, чтобы следующие поколения инфры не втыкались в то же самое. Посмотрите, есть ли у вас код-оунерс, разделите зону ответственности, если нет, распишите, настроите автоматизацию на код-ревью, это не так сложно, у GitLab и у GitHub довольно адекватный API, с ним можно работать. И обязательно следите за метриками. Вот прям придете сегодня, запустите дев-сборку, запустите прот-сборку, возьмите циферку, запишите в блокнотик. Через месяц повторить, через год повторить, и через год вы будете удивлены. Если она будет такой же или меньше, то вы будете приятно удивлены. Это значит, что вы делаете что-то так. Если она будет больше, а тем более больше в разы, то значит вы просто ничего не трогали в инфре, и ей надо начать заниматься. Что делать, если вам, собственно, не дают времени на то, чтобы заниматься? Ну, делайте это подпольно, делайте это, не знаю, в качестве технического долга, говорите, что эта фича не пишется без изменений инфры. В любом случае, любой продукт в какой-то момент придет к тому, что на инфру нужно выделять время. Никогда не бывает такого, что продукт-менеджеры такие, мы пишем, 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 и пишем дальше, не смотрите на инфру. Они в какой-то момент всегда воткнутся в то, что новую фичу невозможно написать, если не потрогать инфру. Так вот, если к этому моменту вы в этой инфре будете разбираться, то вы, во-первых, сможете взять за себя на нее ответственность, а во-вторых, скорее всего, вы сможете возглавить команду инфраструктуры, если вам это действительно интересно. Ну, а если вам уже хочется поработать с большой инфраструктурой и большого проекта, то приходите к нам, у нас есть вакансия по QR-коду. Всем спасибо большое. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok